В дни самоизоляции, когда многие люди испытывают финансовые трудности, значительно сократились и пожертвования, поступающие в храмы. Екатеринбургский приход Успения Пресвятой Богородицы на визе не стал исключением. Тем не менее, останавливать восстановление собора сейчас не время, ведь прихожанам так нужен вместительный храм, чтобы можно было соблюдать дистанцию. Как продвигается возрождение старинной церкви, узнала наша съемочная группа. Храм Успения Пресвятой Богородицы находится не в центре города, однако имеет статус собора и около тысячи прихожан. Вот уже несколько лет ведется реставрация церкви, которая была построена в XIX веке, а в годы безбожия превращена в хлебозавод. Приведен в порядок фундамент, стены, отчасти крыша, установлены купола и кресты, большой колокол. В нижнем пределе устроено купели для крещения. Сейчас внутри собора ведутся штукатурные работы. Существенная часть благотворителей, которые ранее поддерживали стройку, временно не могут этого делать. А между тем нужно еще восстанавливать пол, окна, доделать крышу, обеспечить храм системой отопления, вентиляции, а также штукатурить его снаружи. И в дни, когда многие не знают, будет ли у них завтра зарплата, и стараются сберечь средства на свои повседневные нужды, важно помнить о том, что не хлебом единым жив человек. Владимир Семенович Высоцкий однажды сказал, «Купола в России кроют чистым золотом, чтобы чаще Господь замечал». И судьбами мира, или судьбы мира зависят не от экономики, не от военной мощи, а от тех праведников, которые молятся Богу, и Господь по их молитвам как-то устраняет разные стихийные бедствия, сложности, трудности, управляет этим миром. А каждый храм – это такая пуповинка, которая от земли тянется к небу, и по этой связи к Богу идут молитвы, и от Бога приходит благодатная помощь. Реставрация храма гораздо сложнее и дороже, чем просто строительство. Нужно по максимуму сохранять то, что есть, в то же время укрепляя конструкцию, приводя ее в соответствие с современными требованиями безопасности. Многие вещи делаются, можно сказать, вручную. «Предстоит сделать еще паруса, это вот эти вот красивые части, это самый сложный элемент. К счастью или к сожалению, раньше точных приборов геодезических измерительных не было, а делали на линейку, на глаз, на свет. Есть некоторые отклонения по высотам. Соответственно, сейчас мы приводим более-менее визуальное соответствие высот, и это требует очень такой кропотливой работы обмеров, подмазов». Очень важно до наступления осенне-зимнего периода решить вопрос с отоплением храма. Внести свою лепту в строительство Успенского собора можно не выходя из дома, например, через официальную группу храма в социальной сети ВКонтакте. Множество людей из разных регионов уже поучаствовали в стройке собора дистанционно, и теперь их имена увековечены на кирпичиках храма, а также на звездочках, которые украшают купола. Успенский собор славится своей активностью, и многие с большим желанием включаются в жизнь прихода. Так, в дни самоизоляции приход получил продуктовые наборы от фонда Святой Екатерины, которые были доставлены пожилым людям и многодетным семьям. «Очень радостно ощущать, насколько наш приход в такие трудные времена оказался дружным, потому что друг познается в беде, и когда наши пожилые прихожане оказались на длительный уже период самоизоляции, каждый в своей квартире, наши многочисленные добровольцы и прихожане с удовольствием откликаются навестить, позвонить наших пожилых прихожан, в том числе и развозить помощь от фонда Святой Екатерины. Были продовольственные наборы, которые мы с радостью развозили нашим пожилым, они не ожидали такой поддержки, были очень тронуты, признательны, слова благодарности. Некоторые даже плакали, такая скупая слеза. В общем, так приятно видеть, что мы все вместе и поддерживаем, и любим друг друга». Продолжение следует...